Фильм действительно очень интересный, захватывающий, смотрится на одном дыхании. Но каждый русский задаётся вопросом. Ну, посмотрел, и что? И какая мораль? Морали, конечно, нет. Сюжет проработан до мельчайших деталей, и каждая сцена скрупулёзно выстроена ещё на уровне сценария. Внимание зрителей держится от начала и до самого конца. Все страны мира по очереди спасают Брэда Питта, чтобы он потом, в свою очередь, спас мир. Все страны, кроме России, разумеется, потому что Россия, по версии Америки, самая тупая. В Шотландии лагерь беженцев, на Курсике длинная посадочная полоса, в Израиле защитная стена, в Индии даже есть чёрная дыра, и даже у Белоруссии есть свой собственный самолёт. У России же нет ничего. Самое яркое впечатление от просмотра этого фильма, это то, что при формате 3D усиливается воздействие на зрителя и достоинств, и недостатков фильма. Например, панорамные сцены, захватывающие бои, они производят больший эффект. Но также больше эффекта производят недостатки. Первые 15 минут меня не покидало ощущение физиологичности актёров. Небритость главного героя, бородавка на шее героини, волосы девочек распущенные, какое ощущение, что они прямо лезут в глаза. Большой экран, особенно большой экран в 3D, предъявляет большие требования к тому, что изображено на экране. Потому что изображение увеличивается, как бы надвигается на зрителя. Поэтому любые небрежности в прическе, во внешнем виде персонажей, они бросаются в глаза. Вообще, я не являюсь поклонницей экшена «Во имя кассы», где много-много зомби, но этот фильм действительно очень сильный в своём жанре. Я давно мучаюсь вопросом, почему в России не получаются подобные блокбастеры. Нет-нет-нет, я, конечно, тоже считаю, что российское кино самое лучшее, потому что русского человека никто в обратном не переубедит. Но всё-таки. Наши российские парни тоже бегают по тёмным туннелям, крышам, ползают по железным арматурам, машут ногами, кулаками. Но почему-то это не вызывает чувство опасности за героев, а в лучшем случае смеха, обычно даже неловкость. Мол, ну, ребят, ну что вы как в Голливуде, ей-богу, мир спасаете? Вы же в текстильщиках, и мы все об этом знаем. Неподалёку от меня в зрительном зале сидел представительный мужчина. Он весь сеанс переживал, вместе со всем залом отмахивался от зомби, скрёб в волнении подлокотники. Когда закончился сеанс, он снял очки, вытер пот со лба и с счастливой улыбкой сказал, цитата, «Редкостное дерьмо». И я поняла, почему голливудские блокбастеры у нас в России не очень получаются. Потому что мы, русские, те, кто их смотрит и те, кто их делает, не относимся к этим блокбастерам серьёзно. Другими словами, сколько волка не корми блокбастерами, он всё равно Тарковского смотрит. Но что является несомненным плюсом современного американского кинематографа, это пропаганда ценностей семьи. Семья – самое дорогое, самое ценное, что есть в жизни человека. И ради неё он готов на всё. Носередко. Семь. 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 Продолжение следует...